всем добрый день дорогие друзья уважаемые зрители чоб канала компания маркетс на связи михаил речер сегодня у нас рубрика тратый микрофон и всегда по пятницам мы с вами анализируем рынок и разбираем сделки я захотел его что может торговать на следующей неделе и вообще текущее состояние рынка сейчас так как на рынке идет сезон отчетности в компании сша соответственно не создают максимальную волатильность поэтому про них мы сегодня поговорим так как на валютном рынке полный стиль особых движений нет единственное евро выросла на евро мы и так в принципе ждали то что она будет расти вот поэтому давайте по очереди пройдемся по всем новостям с чего нам ожидать и собственно что торговать первое чего я хочу начать это 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 фондовый рынок что мы видим на данный момент мы видим рост по фондовым индексах и 500 и фондовым индексом нас до 100 кроме кроме вчерашнего дня и в принципе на данный момент буквально на сегодня рынок еще не открыт эта пятница мы видим что фьючерсы тоже снижаются и на индексы 500 и на индекс нас до 100 почему-то во первых за эту неделю читались основные компании которые входят в индекс это microsoft amazon тесла читались они мягко говоря не особо хорошо даже несмотря на то что вроде как пандемия должна была помочь рынком расти и в частности этим компаниям заработать они показали не особо хороший рост и прибыли и собственно выручки вот это расстроим мент компания тесла вроде как отчиталась хорошо вроде да она показала даже прибыль даже она показала положительную прибыль на одну акцию но тот же день вышла новость про то что тесла скорее всего муглюет с отчетностью и записала кредитные деньги в прибыль то есть тем самым она показала что на как бы заработала хотя на самом-то деле она получила кредитные деньги собственно это все новости наши с вами любимая тесла закрылась вчера с минус 5 процентами и сегодня уже минус 487 процента еще дополнительно показала падение хотя на открытие показала хороший рост и собственно после выхода отчетности тоже показала рост сколько это падение будет продолжаться и будет ли она продолжаться дальше еще под большим вопросом посмотрим как сегодня отроится рынок но тут важно другое важно то что на следующей неделе должно быть решение по поводу продлении пакета стимулирующего пакета для вынужденно безработных которые заканчиваются уже в июне месяце следующей неделе это все-таки конец этого месяца и если не будет продлен продлен вернее пакет помощи или он будет в меньшем объеме это в принципе скажется на фондовых рынках все начнут фиксировать свою прибыль и собственно мы увидим обвал и увидим какое-то падение какое-то падение может быть потому что все говорят про обвал сейчас будет обвал рынка сейчас будет падение но вчера в принципе рынок упал да да он упал но вопрос том это был это обвал или это коррекции или что это такое вот то есть тут важно понимать что обвал на рынке будут всегда вот пожалуйста два дня подряд падали вот тут два дня подряд подальки чем сильно падали здесь мы тоже упали но просто насколько и сколько это может быть это падение может продлиться на самом-то деле смотрите все компании которые на данный момент торгуются на фондовом рынке не очень сильно перед это все понимают это все прекрасно осознают но вопрос там насколько они привет и и какие компании в основном двигают рынок а это в основном так называемые фарки facebook amazon apple google microsoft netflix и и в том числе тесла потому что она тоже входит windows того же nasdaq 100 и торгуется по достаточно высоким ценам есть значительно выше ценам чем должна торговаться это раз следующий момент понятное дело что все спекулянты все вынужденные безработные которые получили пособие не некуда их потратить вкладывали деньги в рынок они начнут продавать те же эти же акции для того чтобы зафиксировать себе ту прибыль который есть если они вдруг не получат новое пособие по безработице если не получат но в случае мы увидим дальнейшее продолжение роста и плюс ко всему на следующей неделе у нас выходит еще одна интересная новость это до решение по процентной ставки в сша и в частности прогнозы по монетарной политики которые даст фрс потому что все прекрасно понимают что процентная ставка останется неизменной пока не проходит политика стимулирования но мы видим что уже баланс фрс но он постепенно снижается и снижается в частности из-за того что банкам не нужно так много ликвидности как это было раньше сейчас я его покажу это наш баланс центрального банка фрс видите но за последние недели очень сильно идет на снижение просто будет дальше он снижаться второй второй момент баску как долго не продлить поле стимулирование собственной экономики и какие в целом ожидания по рынку вот это все мы узнаем среду и после этого заседания мы уже поймем что делать дальше что будет с фондовым рынком будет ли он продолжит ли он дальше свой рост именно имея определенные поддерживающие фундаментальные факторы или же наоборот он будет падать и лучше лучше вкладываться в например те же корпоративные или государственные облигации которые тоже выкупает фрс именно исходя из этой логики наиболее стабильным портфелем если вы инвестируете в американский фондовый рынок будет являться портфель который состоит наполовину из долевого рынка в частности это индекс nasdaq 100 или это фон трипл q еще часть это идет долгосрочные облигации сша как видим они вчера очень хорошо выросли на фоне падения рынка то есть идет очень очень хорошая обратная крылья и часть можно добавить еще золото и как и короткие облигации потому что тоже видим золото последнее время растет и почему растет потому что инвесторы просто не понимают куда уже деньги вкладывать а золото считается защитным активом и который защищает от инфляции так как на самом деле сам кеш он сам по себе ничего не стоит и если просто держать деньги кеша на фоне печатания новых денег и вливания новой ликвидности в экономику они будут все больше больше обесцениваться для того чтобы сохранить собственно инфляцию деньги переводят в кеш и тоже и держать в золоте как кеш и собственно по всем но рисковым нормам для банков золото это считается наличной наличной ликвидностью то есть банки могут хранить свои те же сбережения и сбережения своих лентов в золоте и использовать его как залоговое имущество как высоколиквидное даже залоговое имущество вот поэтому наиболее сбалансированный портфель 40 процентов 3 40 процентов тела те 40 процентов это я фонда пример с айчвай и 40 процентов фонд а извиняюсь не 40 процентов 10 процентов фонд с айчвай и 10 процентов фонд gilg который потребляет динамику движения цен на золото в это это мой так называемый стейбл портфолио теперь что касается валюта вы все-таки больше любите валюту торговать поэтому давайте пройдемся по ней на данный момент сша на фоне того что печатаются новые деньги именно доллар больше тоже рассматривается в продаже единственную покупку рассматривается японская иена по во первых тем причинам что я японские инвесторы которые вкладывают деньги в иностранные рынки на фоне данной турбулентности буду забирать обратно свои деньги это уже и закрывай свои кто называемый кири трейд это уже повлияет на курс валюты в сторону его укрепления вот все остальное больше рассматривается в продажу но если мы посмотрим на динамику инвестиционной матрицы то есть вы какие активы экономически выгодно вкладываться то на данный момент ауди иена out карт аут франк ауди изд потом нзд иена к за декады за франк нзд и везд это все валюты которые осматриваются на больше всего на покупку из интересных потом евро рубль доллар рубль тоже осматривается на покупку кстати по рублю на данный момент снизили процентную ставку уже 4 25 процента это сильно скажется на доходности по тем же облигациям и ближайшее время можем увидеть еще больше падение это уже и доходность уже по тем же гособлигациям у фазешком россии будет иметь отрицательную реальную доходности в таком случае можно ожидать все постепенно и вывод нерезидентов нерезидентские денег и собственно постепенно и девальвацию того же рубля и собственно мы это даже видим по данной инвестиционной матрицы и также на продажу можно осматривать евро аут евро нзд фунт аут и фунт за данные валютные пара вот поэтому валютная матрица на следующей неделе у нас будет иметь вот такой вот вид но в сторону больше укрепление именно американского доллара и и покупки тех активов которые только что назвал по той же инвестиционной матрицы до следующей неделе это у нас какой уже 27 но 7 2020 года и далее так теперь что касается моих сделок так 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 на данный момент на балансе у меня 9800 долларов не закрытых сделок на минус 375 долларов и того 9426 долларов это практически удвоение депозита вот буквально еще 200 долларов заработать и депозит удвоен собственно что торговалось и что сейчас торговать что что сейчас есть смысл заходить и вкладываться пройдемся по всем валютам и давайте разберем первое евро доллар на данный момент после такого бурного роста больше его покупать я пока не вижу смысла наоборот его надо будет больше рассматривать на продажу видите мы его покупали здесь я не думаю что будет аж настолько быстрый бурный рост потому что будет помедленнее но поэтому вышли пораньше движение видите пошел очень даже неплохой так поэтому погодим ждем на продажу фунт идеально дошел до трейка я сошел буквально раньше на пару дней сегодня даже сегодня еще три дня раньше видим очень хорошо дошли практически доты профита пока тоже самое как и на ждем роста ждем здесь пробоя данного уровня и возврата за него там уже посмотрю какие-то продажи но пока они не намечаются доллар франк сильно пошел на укрепление собственно на фоне это падение того же фондового рынка и пока ему тоже не трогаем ждем стабилизать доллар иена как мы собственно и ожидали больше рассматривается вниз у меня здесь покупка пока висит на эту покупку я не трогаю до тех пор пока не появится сигнал на покупку на продажу именно японская иена доллар японская иена в покупку в случае еще удалюсь и заберу вот это все движение поэтому так как данные 0 2 лота это все пределах риска так новозеландский доллар по отношению к узкой и не пока сигнала на покупку нет хотя его можно в дальнейшем будет рассматривать поэтому пока ждем нзд и usd тоже у нас продажи есть но пока ждем чтобы как будет вести себя рынок потому что пока пока под большим вопросом так и везде к тоже покупку в сидим пока в покупках тоже неплохо стабилизировался но тоже сигналов как таковых нет поэтому ждем а вот это самая картина пока сигналов нет ждем а вот канада тоже наши уровни пока новых сигналов видите пока нет а вот франк та самая картина ровно по центру audi на то же самое были наверху можно было пробовать конечно продать но сейчас уже сигналов как его их нет а вот это тоже по центру торгуемся ничего не заходим канада франку здесь может быть хорошее движение вверх по канаду но тоже нужно нужно ждать стабилизации пошли за скуку франку тогда можем заходить и в данную валютную пару так следующее канада иена пока тоже сигналов как таковых у нас нет все по центру канала швейцарский франк японская иена та же самая картина пока все во флете находится тоже не заходим евро а вот находимся в сделке пока видим идет хорошее движение в нашу сторону и в принципе по евро а я больше рассматриваю все-таки вверх его чем вниз хотя понесу не матрица мы рассматриваем рассматриваем даже рассматривать его вниз и тут такая картина если вы пройдете уровень еще права полетим наверх и оттуда можно будет его продавать пока из этих уровней я бы его не продавал евро канада та же самая картина евро франк тоже находимся по центру ждем евро фонд пока тенденция большего вверх чем вниз но сигналов и таковых у нас нет поэтому ждем евро иена по центру канала евро нзд тенденция наверх помните еще здесь говори что можно его подбирать и сейчас есть пробой и можем его тоже рассматривать вверх но не все на матрица говорит что лучше не заходить лучше дождаться сигнала на продажу и потом его продать так фунт аус тоже видим возвращаемся покупали его несколько раз собственно и все идем по инвест матрицы вниз ждем ждем что будет дальше на пока из этих сделок я выходить не буду так еврокат ничего фунт франк ничего фунт иена ничего фунт нзд тоже пока идет флаг такой широкий поэтому ждем нзд к тоже ждем и доллар рубль как собственно я расписывал что доллар рубль больше рассматривается в продажу чем имеется в доллар рубль в покупку рубль в продажу и ближайшее время можем видеть курс по рублю где-то в районе 75 рублей за 1 доллар это как минимум может даже и больше можно даже подрасти где-то к 78 79 рублей так золото тенденция наверх но после такого бурного роста я бы его не покупал и ждем какую-то коррекцию или будем смотреть дальше по рынку bitcoin по bitcoin тенденция наверх ждем его пробоя выше 10000 долларов и дальше ждем еще большего роста дальше на знак 100 видим тоже после вот этой коррекции ждем стабилизации я думаю что постепенно его будем подбирать и это будет где-то на следующей неделе с и 500 та же самая картина и индекс страха викс видим постепенно растет собственно на фоне того что падает фондовый рынок тоже посмотрим как он будет себя далее вести но пока тенденция по нему больше на то что выстрелить резко наверх и потом будет плавно плавно снижаться если такое будет будем его тоже продавать так собственно прошли все сделки разобрали что мы можем торговать на этом на все с вами был коррекция успехов больше профитов торгуете инвестируйте и зарабатывать